ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотел увернуться, но не смог. У меня не успел затормозить, хотел право взять. Чем мог обернуться удачный маневр? Обжаловали приговор в Верховном суде России. Их действия были жестокими, они нанесли более 50 ударов. Суд оценил действия всех осужденных. Что решила высшая инстанция в отношении жестоких мстителей. Это и не только прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезная авария произошла минувшим вечером на пересечении улиц Большая Крыловка и Краснококшайская. По предварительной версии, Рено Каптюр протаранил встречную Ладо Гранте, когда та стала поворачивать налево. Удар был такой силы, что одному из водителей потребовалась помощь врачей. Подробности в репортаже Алины Бережной. Продолжение следует. На место аварии оперативно приехала бригада медиков. Их помощь понадобилась водителю Ладо Гранте. Автомобиль получил сильные повреждения и после столкновения отлетел к ограждению, едва не задев других участников дорожного движения. Учитывая, что весь удар пришелся на правую сторону отечественной машины, пострадавших могло быть гораздо больше. Однако, по счастливой случайности, в автомобиле такси не было пассажиров. Травму получил лишь 38-летний шофер. Осмотрев мужчину, медики решили отвезти его в больницу. Досталось и водителю Рено, однако от помощи врачей мужчина отказался. Он сказал, что двигался в прямом направлении в сторону Рокчино на скорости 70 км в час. Уже на перекрестке на его пути оказалась Ладо Гранта. Такси ехало навстречу, стало поворачивать налево. А он вас не пропустил? Ну, видимо, так получается. Какие права-то получили? Да ничего, нога нормальная, голова что-то ушиб. Опросив свидетелей и очевидцев, автоинспекторы пришли к другому выводу. По их предварительной версии, именно 30-летний водитель иномарки выехал на перекрестке с улицы Вахитова на красный цвет. Ремонт автомобилей будет весьма дорогостоящим. Впрочем, еще неизвестно, есть ли смысл их восстанавливать. Алина Бережная, Ратназипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Примерно в это же время на проспекте Ибрагимова столкнулись Лада, Гранта и Фиат. Предварительная причина происшествия – несоблюдение дистанции между автомобилями. Водитель отечественного автомобиля остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. Автомобилист, едущий сзади, не успел среагировать. Алина Мусина продолжит. Я не успел затормозить, хотел по праву взять, уже тормоз, но уже на этом переезде приезжал. Маневр водителя Гранта для хозяина Фиата стал полной неожиданностью. Понимая, что торможение уже не поможет, автомобилист начал перестраиваться на соседнюю полосу. Но от удара это уже не спасло. Они шли по пешеходному переходу, я остановился и получил удар. А вы резко остановились или уже притормаживали? Ну я притормаживал, притормаживал, потом остановился. У меня достаточно было времени до пешеходного перехода, вернее расстояния, чтобы остановиться. Водитель Лады рассказал, что причиной остановки перед зеброй стали пешеходы. Отметил, что действовал по всем правилам дорожного движения и виноватым себя не считает. Я не признаю свою вину, я однозначно пропускал людей по пешеходному переходу. Меня просто взад ударили, он должен был дистанцию соблюдать. Я бы не мог здесь, как люди идут по пешеходному переходу, мне их нужно было пропустить. А он не держал дистанции. А вы как считаете? Не знаю я пока. Сейчас ГАИ приедет. Скорее всего, виновником в происшествии признают водителя Фиата. Это причина несоблюдения дистанции. И кто знает, чем могло бы все обернуться, если бы он успел уйти на другую полосу и выехал бы на пешеходный переход. Алина Мусина, Ират Назипов, Константин Бушой, Вызов 112. Еще три автомобиля столкнулись на проспекте Ибрагимова по принципу домино. Фургон Volkswagen догнал Ford, а он в свою очередь столкнулся с автомобилем той же марки. По рассказам участников аварии, избежать столкновений помешала как внезапная остановка первого автомобиля, так и скользкая дорога. В результате ДТП никто не пострадал. В Пестричинском районе водитель КамАЗа насмерть сбил женщину. Трагедия произошла накануне вечером на 37-м километре трассы Сорочий горы Шали. За рулем КамАЗа находился 55-летний водитель. Пешеходу, жительнице Елабужского района, было 34 года. По предварительной версии, она переходила дорогу в неположенном месте, в тем надежде и без светоотражающих элементов. От полученных травм она скончалась на месте. Сегодня утром в Мамадышском районе Лексус насмерть сбил лошадь. Все произошло на 934-м километре трассы М7. Удар был такой силы, что у дорогостоящей иномарки смялись капоты, даже крыша, а также разбилось лобовое стекло. Животное скончалось на месте. Как лошадь оказалась на трассе и кто ее хозяин, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Информация о людях, находящихся в автомобиле, уточняется. Затолкали в автомобиль, насильно удерживали в подсобном помещении, издевались и требовали полмиллиона рублей. Резонансная история произошла в набережных Челнах. По предварительным данным, 20 декабря на остановке общественного транспорта 22-летнему гражданину Туркменистана подошли двое парней. Подозревается 24-летний администратор и 19-летний официант одного из местных кафе. Молодого человека посадили в машину и привезли в подсобку рабочего помещения. К тому времени заведение уже закрылось. Там до утра над астранцем издевались, как он рассказал полиции, и требовали полмиллиона рублей. По некоторым данным, злоумышленники пытались надругаться над своей жертвой с помощью пивной бутылки. Но пострадавшему удалось сбежать. Он сразу же отправился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Выясняются все подробности произошедшего. Больше 1600 фактов электронного мошенничества зафиксировали полицейские в Казани за 11 месяцев этого года. Жертвами становятся все. И люди пожилого возраста, в силу доверчивости, и молодежь, активно покупающие в интернете. Мошенники делают смс-рассылки с вирусом, сообщения о разблокировке банковской карты и ряд других. Используют и клоны интернет-магазинов. Одно из распространенных, это когда наши граждане продают свое имущество в интернете. Звонят преступники под предлогом покупателя, которому необходимо сейчас внести предоплату. Соответственно, необходимо получить чеки, чтобы сразу отчитаться на местности. И пытаются узнать не только номер банковской карты, который необходим для оплаты, но и, соответственно, срок действия ее и на обратной стороне, и свой код. Полицейские напоминают, для того, чтобы перечислить деньги на карту, нужно просто знать ее номер. Все остальные данные строго конфиденциальные. В том числе и коды подтверждения операции, которые приходят на телефон, и сообщать их никому нельзя. Именно эти данные и дают доступ мошенникам к содержимому счетов пластиковых карт. Приговор в отношении четверых мужчин, обвиняемых в убийстве, вступил в законную силу. Напомню, в 2016 году компания молодых людей вывезла свою жертву в лес. Сильно избитого едва живого Михаила Мальчикова, жителя поселка Осиново, нашли случайные прохожие. От полученных травм он скончался в больнице. Приговор вынесли еще в октябре, но посудимые были не согласны со столь строгим наказанием и обжаловали его в Верховном суде Российской Федерации. Что решил суд, узнала Алла Рыкова. Эта история началась в 2014 году. Следствие установило, тогда девушку одного из подозреваемых оскорбили и ударили. Кто, непонятно. Там была группа молодых людей, которым девушка должна была деньги, но долг отдавать не спешила. Ее молодой человек, узнав о произошедшем, затаил обиду и решил отомстить. Случай представился через два года. В 2016 он узнал, что в той компании был Михаил Мальчиков, житель поселка Осиново, откуда родом все подозреваемые. Уголовное дело гласит, что мститель с тремя товарищами похитил девушку Мальчикова и, угрожая ей убийством, выведал точный его адрес. Злоумышленники вызвали мужчину на разговор, затолкали в машину, вывезли в лес у озера Лебяжья и стали избивать. Их действия были жестокими. Они нанесли более 50 ударов. Каждый около 15 ударов нанес впоследствии убитого мальчиков руками, ногами, обутыми в обувь, в том числе с использованием металлического предмета, похожего на гвоздодер. Его нашли случайные прохожие и вызвали скорую. Но врачи спасти его не смогли. От полученных травм Михаил Мальчиков скончался в реанимации. Подозреваемых задержали. Трое из них уже были ранее судимы. В ходе следствия было установлено, что второго потерпевшего, Андрея Огородникова, они избили раньше. Но не так сильно он был с девушкой и согласился отдать им 50 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники похитили у него паспорт. Вследствие проблем со здоровьем и переживаний впоследствии он умер дома. Свою вину подозреваемые сначала признали, но в ходе следствия от показаний отказались. Тем не менее, суд признал их виновными, приговорив к срокам от 15 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, каждый должен выплатить родственникам погибшего от 600 до 700 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. С таким решением мужчины не согласились и решили обжаловать приговор в Верховном суде Российской Федерации. Ознакомившись с материалами дела, суд решил оставить приговор без изменений. Он уже вступил в законную силу. Аллы Рыкова, Азат Самигулен, Вызов 112. Все, о чем мы успели вам рассказать, в студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.